Расселись. Здравствуйте, товарищи выживальцы. Курс молодого бойца. Сели с едой. Всем вновь приветствия. Мы находимся на ферме. Может уже мельком ее видел. Я поражаю своей хладнокровности, где ты пытаешься толкнуть речь, а тебя свиньи постоянно перебивают. Да, но им недолго осталось. Либо мы их сожрем, либо их сожрут зомби. У них выбора большого нет. Так вот, дорогие друзья, товарищи, выживальцы. Сегодня у нас, наверное, планы болтологические будут. И бытового плана будем строить наше скромное поселение. Те, кто присоединился и был на сервер сейчас, я думаю, у них есть выбор либо противошельники, либо пытаться добраться к нам по маякам. Да, это уже они будут рассчитывать. На самих себя в этом плане. Здесь без изменений. И самое главное, я считаю, это будет хороший отбор тех людей, которые могут выживать. Так что... Доберутся они до нас или не доберутся, да? Это будет их история, которую они нам потом расскажут. Желательно, не обязательно в вульгарной похабной форме с применением сексуального насильника, насилия наших родственников или что-то в этом духе. Не знаю. Еще один из моментов, которые также сегодня хотим сделать, это разделить, наконец-то создать участки, сделать приблизительно внешний периметр нашего поселения, в котором будут находиться наши участки личного каждого игрока, который до сих пор живой, и где они могут иметь возможность застраивать свою территорию, как посчитается нужным. То есть сегодня будет больше созидательный эпизод, не считая ксена, который прыгает с крыши хлева. Но, да, то есть застройка, и, скорее всего, может, еще уделим какое-то время на дискуссии. Используем амфитеатры по его прямому значению. Да. Пошлите. Панцы делами. Давайте, наверное, я отступаю на сервер. Я просто, скорее всего, из-за того, что я перешел опять на Wi-Fi, из-за этого, наверное, глюки. Просто валялся кабель по комнате. Рыба, ты меня слышишь, прием? Да. К тебе есть задача партии. Надо, в общем, собрать максимальное количество яиц. Это нам понадобится для дальнейшей дискуссии на амфитеатре. А можно огненными шарами кидаться? Нежелательно. Я не думаю, что... Ты их бросишь, потому что они не бросаются. Ну да. Это просто... Я не хочу построить турели. Я не хочу отбивать желания у потенциальных ораторов толкать речи. Ну и, короче, насчет Терафермокрафта. Да. Там народ писал о концепции, что как. И я предложил такую идею на размышления, мол, сделать... Ну, мы с тобой тоже частично это обсуждали. Сделать две жизни. То есть, одна жизнь, как сейчас, да? А вторая жизнь, то есть, ну, как ты умираешь под своим ником, ты умер, ты можешь зайти по-другим. Ну, это, скажем так, дело контролировать. Таким образом. То есть, через white list, чтобы зайти туда никто не мог. К примеру, товарищи пишут, мы хотим с вами, да? Давай ник в white list добавили, все играет. Если человек умирает, то он в любом случае зайти уже не может. Ни под старым, ни под новым ником, ни под каким-либо другим. Но, он может сказать, вот я был там ник, типа, Вася 2000, я умер, был у вас там в компании, да? Я хочу теперь быть Вася 3000, ну, я зайду, но, опять же, он уже идет, как бы, лесом жить сам, как хочет выживать. Если он умирает и под вторым ником, то его уже white list больше не добавляют. То есть, как бы, ни под каким ником. Таким образом, получается, только две жизни. Одна в обществе, другая отдельная. Зачем отдельно, товарищи, да? Я могу сразу пояснить. Некоторые сказали, что, типа, вот это уже, как бы, ну, хардкор. Это хардкор будет для выживших. Те, кто выжил, остался живы, еще не умерли, да? Одна жизнь уже осталась. Им повстречать вот такого одиночку совсем будет не true, потому что он присоединиться к существующим формированиям не может, да, к этим, ну, скажем так, допустим, что мы пока всей толпой живем, да, одна племя база или там толпа. И он умер, и к нам присоединиться не может. Он там, да, может собраться с другими умершими и сорганизовать какое-то племя и уже на нас нападать или отнимать ресурсы или воровать. То есть, вот в этом начнется опасность, да? То есть, так же говорили, что вот, мобы слабые, неинтересно. Будут сильные мобы, будут игроки, которые уже один раз умерли, им уже, как бы, есть что терять, но они будут воровать, там, ну, идти на всякие, скажем так, коварные вещи, как, знаете, да? Человек заганный в угол всегда ведет себя крайне неадекватно, непредсказуемо. По-моему, это такой челлендж. Ты говоришь, как будто они прямо умрут. Обещаю к вам вернуться с полными карманами динамита после смерти. Ну, там, как, прямо умрут, ну, мало ли, не знаю, то есть, как там себя поведут. Ну, это, опять же, предложение. Давайте, подискусируем. Кстати, у меня была идея, что в Террофермокрафте есть модель не оседлого, а кочевого племени. А оно и так, и так будет, потому что ресурс там сильно раскиданный, придется, как минимум, делать, если не кочевой, то долгие экспедиции. Экспедиция, это одно, а я имею в виду, именно кочевое. То есть, как бы Террофермокрафт, он же на постоянное поселение заточен, там, растить. Ну, тут такое сломание системы, то есть, все свое ношу с собой, нигде долго не оставаться. Одна проблема, что народу мало, нет никакого набега. Да, во-первых, много вынесешь. Ну как, там можно, в принципе, сделать себе бочки, в бочках таскать, это еще более-менее, но все равно, тоже очень много они унести. Но есть только ишаков приручить, но чтобы приручить ишаков, это, ну, это придется долго с ними возюкаться. Их надо сначала приручить, в смысле, как делать, одомашнить, а потом уже... Крипер возле нашей хаты, осторожно. Предупреждайте о таких случаях. Уже идем, сейчас. Ну, крипером. Кто мне в задницу воткнул? Это я обстреливал это. ну, нам раздеборанили. Карту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Крипером, ты немножко поторопился, не надо было его атаковать, что Месси так агрессивно. Какая себе. Так у нас, оказывается, тут еще целая выгребная яма под на... Блин, я ее закапывал давно. А вот еще вопрос. Карт, карты все похерили, Как-то у меня. Положи пока в сундук, сзади тебя. Весь обзор закрывает карты. Короче, вот я положил там. А у заяцев до сих пор кровавый понос. Блин, что-то в вашей колбасе-то. Да не надо, пусть дайте ему просраться спокойно, будьте людьми. Можно и дома его выгнуть, чтобы он не срал здесь, а на улице, допустим. Пускай, все, она же, походу, его отпустила. Ты тоже крипер, обуви, взорвался бы рядом с тобой, у тебя тоже кровавый понос. Нет, не начался бы. Так, Эйджел, что ты по этому поводу думаешь? Я лично не поддерживаю эту идею, потому что... Какой именно? Вот вторая жизнь в второй фирме, поскольку, несмотря на то, что дается ему возможность второй раз зайти на уэтлист, хоть и чужиком, он притупляет как бы оригинальную задумку. Мне больше по душе, если бы оставался такой же принцип, как и в ваниле, когда, если человек умирает оригинально, то он уже может зайти только как чужак. То есть, с полным... Так и есть. Полным бесправием. Но, в чем разница, как я понимаю? Это у тебя, ты делаешь эту процедуру только как... Нет, смотри, у тебя понимаешь, фишка какая? Когда умирает второй раз, то он полностью теряет доступ вообще. То есть, это я не поддерживаю. То есть, он может заходить сколько угодно раз, когда умрет, но всегда остается чужиком. Точно теряется смысл вообще. То есть, он может не бояться, что он умрет. Он умрет, да, но появится он на спауне. Он добежит до своей делянки и будет жить там под новым, под третьим, под пятым ником, под десятом. То есть, тут пропадает концепция одной жизни вообще. То есть, он умер, забанился ник Вася2000, он зашел под Вася2003. Ты опять бегаешь. Умер Вася2003, он зашел под Вася2012, да? Я понял. Это я имею в виду как механика игры просто. Да, то есть, он вот тут как раз полностью нету одной жизни. Если сделать запрет на вайт-лист, что он умер как Вася2000, он больше зайти вообще никак не сможет. Хоть 3000, хоть овернагибатор, хоть как хочешь назовись, ты не зайдешь. Но у него будет шанс сделать, остаться чужаком. Почему я хотел сделать вторую жизнь, чтобы остаться из этих чужаков? Это же для геморроя нам. Это не для них облегчение, потому что жить одному это будет еще хуже, чем жить в команде. А облегчение для нас. То есть, усложнение с такой точки зрения. На практике в Ваниле, как видишь, ситуация не меняется. У нас практически чужаки особо не рисуются, поэтому смотри, за все это время как бы на теоретичке я понимаю, о чем ты говоришь, но на практике я бы не сказал, что это сильно раляет. работает, да. Ну, видишь, в чем проблема, игра сессионная у нас, да, поэтому народ не заходит. Именно зайти чужаком, вот как мы уже имели опыт, когда серверах был на постоянном, им по кайфу зайти в одиночку, пока никто не видит, что-то сделать, аж ходить, уйти, ну, короче, гриферсом заняться, то есть это будет не чужак, а именно грифер. Да, да. Гриферса нам не нужно, нам вот нужно, если браки, то вот именно в такой форме, как вот я описал, ну, как Эльдор тоже говорил. А в такой форме они не работают, как я понял, да? Ну, и также горящие свастики и огромные елдаки на 100 этажей. Сюда это тоже попадает, я понимаю. Да. То есть то, что нельзя контролировать, это было. Это минус, согласен. Ну, с другой стороны, и может быть даже и минус, но если так прикинуть, мы решаем народ как бы собственной инициативой. Но здесь опять в пику идет, опять же, практика, в отличие от теории, что тупо дохнут, как мухи. Я лично в этом плане я лидирую, я аплодирую, потому что моя главная задумка увенчалась полным и успехом. в этом плане, что я хотел показать, что что из вас сделала игровая индустрия и что значит играть в игру и тупо грандить. Вот, но оно жалко просто, когда будут умирать так часто слишком много и у меня нет возможности записать их смерти. Ихние? да, я приношу свои извинения их смерти. Кстати, еще одна тема, поболтать, пока копаем. Помнишь, ты вбрасывал хохот шамана? Да. Я же как маньяк на эту тему, я же там кастанеду пять книг, правда, только осилю. Давай для слушателей уточним, потому что с общего слушателя у меня только 70 человек на уголке, то есть это только они в курсе. Я сейчас разверну мысль. А, окей, хорошо, давай. Просто я хотел добавь источник, откуда ты про это знаешь. В связи с того, что Эджи выложил на своем уголке ссылочку на электронную версию книги хохот шамана, это... Либо ты не против, что этот версик перестроишь? Народ, давайте пока мы дискуссируем на какую-то тему, да, либо если вы не по теме, вы пишите. Пишите в чате. В чате пишите. Да, если по теме врываетесь, то врываетесь. Эджи выкладывал ссылочку на книгу хохот шамана, это такие эзотерического характера, ну, как правильно Эджи сказать, эзотерика в смесь с... Диалогия, такая с... полудокументальная диалогия от первого лица. Да, о практиках, скажем так, о иных практиках. Сейчас я поясню. Точнее, не сколько иных практик, а сколько тамощные практики Дальнего Востока в России. То есть, тут важный уклон, я считаю, что это именно вот наше родное, русское, если можно так говорить. не русское, но не русское, потому что это не русское, а скорее, да. Более якутское, чем что-либо, но культура все равно остается как бы... Русское имеется в виду, что... Давайте пойдем спать, кстати. Я не различаю, вот для меня... Так, русский, краи... Русский не подразумевает национальность, это очень важный момент. Это как бы русский, в смысле, у меня это все сервители бывшего СНГ. Как сказать, как сказать, я человек родом с Якутии, и там бы тебе за такое в морду дали, что ты русского уравняешь на якута. А что, это такой трэш, типа, русский русский? то есть, это будет расизм в сторону русских, да? Обратный расизм. Интересно, интересно. Для меня, как бы, это все довольно странно, да. Я, к примеру, жил в Казахстане, я не очень люблю казахов, и... Хотя они тоже являются частью бывшего СССР, нихера нету. Но я до какого-то момента своего взросления вообще не понимал, что они не той национальности. Я понимал, что они черные, темные. Я понимал, что они отличаются чем-то от меня, но это я понимал на уровне чисто визуальном. То есть, психологически они для меня не отличались никаким образом. Ты имеешь в виду поведение, в языке, образе жизни? Нет, отличия все видны, но для меня они не были другими. это были просто другие люди, как, к примеру, вот я там, мой сосед, тоже там, Вася какой-нибудь, да, то есть он другой. И вот точно так же какой-нибудь там, не знаю, другой, Ашот там, или как там, казахи, забыл уже их имена, все, Баур, Бауржан какой-нибудь. Для меня это просто как бы другой человек, да, он другого цвета, он там, в других обычаях, он просто другой человек. Это не другая раса для меня была. А вот сейчас национализм взращивают, да, где у нас все печки? У меня две печки. Взращивают национализм и по нему, вот сейчас я определяю людей по другому национальному признаку, и правда у меня сейчас к тем же казахам есть уже свои личные, накопленные в жизни негативные их стороны, их менталитета, да, но это как бы с какой-то точки зрения расизм, но я к ним не отношусь, как бы, это не люди, и надо их убивать, мне не нравится эта нация по каким-то признакам, но я считаю людьми, то есть, ну как бы, они как, знаешь, как негры-рабы, они не люди, да, я не считаю даже это расизм, мне кажется, это пренебрежение к нации, но не расизм. Это придуманное собственное превосходство над чем-либо. И так же вот с такими якуты, удмурты, чукчи, да, то есть для меня чукчи те же прикольные анекдоты, то есть я не считаю чукчей дебилами, но я считаю прикольные анекдоты, да, то что, а, опечка, спасибо. Как-то вот, это не знаю, странно, опять же, тех же якутов или украинцев к русским, но это, это бред, который взращен людьми, как говорится, разделяй и властвуй, вот этим люди разделяют и властвуют. Ну, не будем в политику, классический вариант. Я про, как бы, про другое, про... Про книгу. Да, про книгу. И, что я хотел сказать, Эджел, что я, может быть, многие слышали как-то про Кастанеду, такого товарища, учения Дона Хуана. Я скажу так, когда несколько раз про него слышал, я все-таки решил поизучать, да, ну, так как я читать лень, не люблю, есть эти, аудиокнига отличная, хорошо начитанная, я ее слушал. Так вот, там довольно интересные вещи, всякие практики, там товарищ, если в двух словах общается с шаманом в этих, или как их... В Багатайской области. Нет, в Кастанеде. А-а. В этих... Короче, с каким-то шаманом тоже там в Мерсике. он просто индейц. В Мерсике, да, с индейцем. И там он всякого учит, всякая паранормальная какие-то вещи происходит. Ну, там это интересно именно слушать, потому что сам... Совершение точки сбора. Да. Что мне понравилось, это Кастанеде, он был такой современный по тем меркам человек, учился в институте, приехал изучать просто культуру, всякие растения, там пьет, и он все эти шаманские ритуалы смотрел с интересом, но он пытался их анализировать как обычный человек, то есть не вау магия, а он начал пытаться подумать, то есть как это так докопаться, то есть такой здравый взгляд. И это меня подкупило. Там много было очень интересных вещей, практик, и потом я вот увидел на страничке у Эджела в уголке, точнее, ого шамана, да, и как он мне рассказал, что в двух словах это типа то же самое, но про нашего как у нас шамана? Хотя у меня до сих пор маленький дезинанс в голове происходит, когда ты говоришь у нас, где ты находишься и живешь, да, это, кстати, чтобы лучше объяснить, почему я так спокойно произношу эту фразу, потому что я никогда не жил в России, я родился в Советском Союзе, и я покинул Советский Союз, но я никогда не был россиянином, поэтому это откладывает очень сильный отпечаток на мою культуру, на мой мир восприятие такого понятия, как что означает русский человек, что означает россиянин или советский человек, поэтому для меня это все еще остается мы, как вот границы Советского Союза. Это остаточное воспитание, это как бы то, что мне прошили в мозге, это прикольно, такой маленький у меня постоянный разрыв шаблона, добавно, и я все-таки тоже нашел аудиокнигу Хогат Шамана, и блин, мне очень понравилось, во-первых, там сам автор читал тоже по Кастаньеду, сравнивает его периодически, он не сравнивает, о сравнивают, что его немного раздражает, потому что, как он говорит, у меня немножко иной подход, чем у Кастаньеды, ну, углубляться в это нет смысла, вам будет интересно, но сам факт того, что книга весьма интересная, и я вот прослушал Хогат Шамана, кстати, она маленькая, и, Эджел, ты знаешь, нет, что есть вторая книга, то ли Свобода Шамана, то ли там еще другие издания, ты имеешь в виду, да? Нет, именно другая книга, то есть он ее Хогат Шамана перезавал несколько раз, а он потом сделал новую книгу, более дополненную, и там уже с практикой это хорошо, это хорошая новость, я обязательно просчету, потому что я только Хогат читал. Те вещи, то есть, общие, скажем так, те вещи, которые человек может реально воспринять, обычно, да, он может немножко ему не понравится, поможется, но он их воспримет, как бы, магии никакой нету, а вот именно книга сюда Свобода Шамана называет, там уже больше добавлено практик, ее аудиоверсии нет, я нашел эту, текстовую и подсчитываю чуть-чуть, потихонечку оно там в ходное время. Кстати, выложи, пожалуйста, линк на оба варианта, на серии, если кто-то сейчас, допустим, заинтересуется, он может тоже пройти по ссылке и глянуть. И что хотелось сказать, чтобы заинтересовать вас, скажем так, тут много было воды и непонятного, но по-другому просто не опишешь. Я сейчас такое, одно интересное сравнение скажу. Если у Кастаньеды там было все довольно, все мутно, и что я туда вынес, это очень интересное понятие индульгировать, я прям влюбился в эту вещь и это как раз он и ввел. Ну, опять же, почитайте, поймете. Очень интересная вещь. Прям по жизни. Обычное слово в фонтанной воде. Это просто... Я использовал много раз. Нет, имеется в виду, что индульгирование это пытаться объяснить то, что ты не понимаешь, тем, что ты знаешь. Это абсолютно не факт, что... ты неправильно понял смысл этого слова. О, давай мне нравится. Ну, давай я сейчас договорю, потом ты начнешь. Ну, вот, короче, про индульгирование. Каждый может вынести, опять же, как-то по-другому для себя это дело. А что мне понравилось в Хохоте Шамана, что, особенно в том, именно в Хохоте, где нету особой магии, какой-то практики, что он... один такой маленький пример сразу приведу автора. Он сидит с шаманом и у него замерзло лицо, потрескалось, и он спрашивает у шамана, типа, как ты, ну, почему у тебя лицо не трескается, нет этих от холода, они там в тайге находятся, почему тебя... ты ничем не мажешь, я вижу, что ты там, ну, ни жиром, ни мазями, не мажешь лицо, а тебе нормально. Говорит, ну, типа, я давно нахожусь, меня холод, типа, не трогают, там, своими способами объяснил. А для тебя нужно сделать упражнение. Называется, по-моему, он говорил, ворон. Выйди и прыгай, и маши руками. Попрыгал, помахал руками. Я такой, слушай, мол, ну, нафига, вот это, что за, можно объяснить, зачем это, ну, как бы, какие-то чернины страдают. Он говорит, ну, можешь, конечно, не страдать, это называется морозка, это у тебя просто не хватает крови на лице, и она у тебя трескается. Обычно маленьких детей, мамы отогревают, и у них это проходит. Это недостаток, типа, крови. А ты, мужик взрослый, ты прыгай, ты разгоняешь кровь. Тебе, мамочка, говорить не будет, вот скачи. И это, сначала он объясняет таким магическим вариантом, а потом, когда тот начинает, ну, немножко психовать, тот объясняет, что это простым, физическим, ну, явлением. И очень многое, сначала, на первый взгляд, кажется магией, и когда шаманы начинают объяснять такими простыми, банальными вещами, которые даже все, как бы, знают, у них это отделе находится в голове, и современные люди очень многие вещи, банальные, в голове не складывают, у них они лежат отдельно. И это, получается, груда ненужной информации. И вот, вот этот момент, мне тоже там понравился, и там таких много. Вот я сейчас, вот с этим, с свободой шамана, там говорят больше и на практике, вот это меня заинтересовало. Ну, а теперь там, про индульгирование, давай, задвигай. Идея индульгирования не в том, что он объясняет, пытается, объяснить эту магию научно, как бы. Это просто частный случай. Идея как раз в том, что просто это попустительство своим убеждением, скажем так, упёрство в том, что я всё знаю, и вы все дебилы вокруг, это я тут самый умный. Ну да, Или просто попустительство своему, ну, попустительство упорства, то есть нежелание просто открыть глаза, не важно на что, на магию там, не знаю, на что. Ну да. То есть, индульгирование это общее слово, просто, ну, знаете, индульгенции были, когда отпускали грехи просто за бабло. Вот здесь то же самое, то есть, как бы, говоришь, нет, всё вокруг, всё у меня нормально, я всё понимаю, идите за ним. Это вы шаманите, обманываете меня. Да, вы просто меня обманываете. Не, ну я в таком ключе понимаю, может, я просто так выразился, ну, не совсем ясно, но, да, то есть, это, когда человек, ну, не принимает новые факты, а пытается подсумнуть за свои. Ну, тут дело, как раз, опять же, не в фактах, а просто. Ну, это во всём, то есть, я понимаю, просто, как бы, ну, с точки этого зрения, мне проще объяснить этот смысл слова. Ну, это, это, скажем, механика восприятия всего. Ну, да. Может, кто-нибудь сейчас с этим вталкивался? Нет? Да, я получу часть и покойник из Атарики, поэтому я молчу. Ты желающий? Не. Айджел, а ты что по этому поводу можешь сказать? В плане индульгирования, или вообще? Не, вообще, то есть, в этих моментах ты, ну, мы с тобой говорили, что там не сильно вдохновился этим, не да, Моя главная здесь фишка, которая мне понравилась, в том, что благодаря этой книге я себе смог выявить то, что у меня давно уже сидело сзади головы, но я никак не мог это прочувствовать. Все тайны, в кавычках, знания и прочие мистические практики, я ни в коем случае не говорю, не уменьшаю их значимость, потому что те вещи, которые работают, они не могут быть нереальными, поэтому я также спокойно верю и в религию, как и в термоядерную реакцию солнца. Хороший выражение, что работать не может быть нереальным, мне прям понравилось, просто и лаконично. Ну, да, мне иногда удается просто такие серьезные вещи выразить простыми словами, я считаю, это целое искусство, как китайский, японский сад камней, где главная эстетика сада это минимализм. Так вот, неважно. Значит, мне эта книга понравилась тем, что она наглядно показывает, что все вещи, которые мы ищем в нашей жизни, ну, я больше это идет к людям, которые вот начинают путь своего развития с вопроса, что там дальше, то есть особо народ, который злоупотребляет алкоголем, наркотиками, у них это сводится в маникально-депрессивную вопрос, зачем жить, вот, некоторые же этот вопрос расширяет на несколько уровней и в ширину и в длину. Так вот, когда у человека начинается подобный путь, ну, духовного развития, если можно так выразиться, поднимаются все эти вопросы, некоторые люди ударяются в религии, некоторые в мистические течения, секты, идеологию, все зависит от его развития и эрудиции тоже, там, если народ, допустим, окружение еще зависит, в каком пополе, склонили все, которые не склонили. Если ты вырос в деревне, то, конечно, Бог накажет, там, и так далее, все это, если ты техноэммгот, то, разумеется, для тебя будет моднявым, это сатанизм лавея, если, допустим, ты вырос в Якутии, да, то, разумеется, шаманские практики будут ближе. Если западная цивилизация, то, разумеется, католицизм и так далее. Так вот, очень много людей, когда хотят вот расширять свой путь, философский, духовный и так далее, они лезут вообще к черту на рога, куда-то вообще, непонятные дебри, в Тибет, в Мексику, как Дон Хуан, еще куда-то. Да, наоборот, да, как господин Кастанеда, или начинают пытаться понять лавея того же самого, который, по большому счету, был в основном только, главная мысль сатанинской Библии была, это, ну, научить человека мыслить самостоятельно, без всяких там перевернутых кошек, распятых крестом, или прочей ерунды. И эта книга мне показала, что, оказывается, это все есть уже у нас тут рядом. То есть, не надо никуда лазить, это те же самые понимания, и та же самая магия, и путь к Богу, это все уже существует в каждом народе, в каждой культуре, в каждом языке. Поэтому, ценность этой книги, которая показывает, очень дает важную мысль. Если ты хочешь духовно развиваться, то у тебя все есть под носом, тебе не надо переста куда-то затрить земель. И почему это важно? Потому что, когда ты развиваешься в своей культуре, тебе гораздо легче понять, о чем идет речь. Тебе не надо пытаться также пробивать знания через фильтр их культуры и своей культуры. Это то же самое, как... И меньше индульгируешь, да? Не то, что меньше, а тебе реально не надо практически вообще индульгировать, потому что, когда вот шаман говорит, помнишь, был там вот этот момент, когда он лечил городского, что планы достижений на будущее. То есть, сядь за стол в чистых новой рубашке, начисть туфли. А этот его постоянно перебивает, типа, что ты за херню несешь, знаешь? И вот он, как он его лечит, и начни вот писать. То есть, сначала ты начинаешь отвлекаться на всякую ерунду, потом ты побежишь заниматься левыми делами. Нет, ты опять возвращаешься за стол, садишься, берешь ручку Паркер, новые числи, и начинаешь писать планировка будущих дел, там и так далее, и там подобное. И он обсуждает... с Кастангедой, того же Дон Хуан, который говорил, что нужно не шаблонизировать свою жизнь и быть неповторимым. А тут, наоборот, шаман учит, скажем так... Он больше учит не сколько шаблоном, сколько плава, то есть, осознанно заниматься своим существованием. Потому что очень много людей живут просто ведомыми, своими инстинктами, тем, что сказали им по телевизору, тем, что вбили в школе и так далее, подобное. То есть, очень, очень редко, я уже даже не говорю про других людей, даже я сам задаю себе вопрос, что я делаю на данный момент и зачем я это делаю. То есть, как говорится, эту практику я для себя называю остановись мгновение. То есть, я когда останавливаю все, что вокруг меня происходит, я задаюсь вопросом, что сейчас происходит. Делай шаг назад, посмотри. Нет, это даже не шаг назад, сколько я пытаюсь осознать настоящее и очень крайне это редко делаю, не говоря уже про других, когда очень много людей живут либо в прошлом, либо в будущем, либо мечтами, либо воспоминаниями. Кстати, очень порой, даже когда понимаешь, надо себя посмотреть и оценить, правильно ли ты сейчас все делаешь. Это так не хочется делать, ты боишься, что ты делаешь, потому что ты можешь прийти к решению, что ты делаешь все неправильно. Правильно. внутри тебя ломает, и даже ожидая этого решения, ты не хочешь заниматься решением этого вопроса, потому что ты можешь прийти именно к этому решению, это тебе может расстроить, что ты вот столько-столько делал, и раз, и ты понял, что это все было зря. И даже приходить к этому выводу порой психологически не хочется, и ты этим не занимаешься. Чего же там говорить вот к примеру, вот допустим, у тебя есть мужик, здоровый шкаф такой, знаешь, бритые виски, насупленный взгляд, ты увидишь такого за квартал, и ты перейдешь на другую сторону улицы, чтобы с ним не пересекаться. Мужик этот идет в кожаной, черной куртке и так далее, но внутри он хочет, он обожает танцевать вальс, но он не может этого сделать, потому что он является заложником своей культуры, он должен в 90-х носить черную кожаную куртку и выбивать деньги с малых предпринимателей. И он не будет, он никогда в жизни себе не скажет остановиться в мгновение, не скажет, зачем я это делаю, потому что может скажет, но ему придется признать, что он лох, он вынужден отвечать по понятиям окружающей среды, он не живет так, как ему хочется. И это в его собственных глазах сделает слабым человеком, несмотря на его два метра. Американская цивилизация сейчас очень хорошо показывает вот это вот как раз, что в американской цивилизации самая главная ценность стала это развлечение. Это не как человеку, который более-менее знаком с ним, говорит о том, что народ не хочет знать правду, именно она не нужна, потому что если начнется думать о правде, становится страшно, потому что такие люди, как Дональд Трамп, к примеру, могут иметь шанс стать президентом. Если это не указание на пиздец грядущий, на полное разложение американской культуры, то я уже не знаю, что остальное. И многие люди тоже могут так считать, и они не хотят это видеть, потому что жизнь внезапно станет отвратительной. А что он станет, если был уже актер президентом, по-моему, бизнесмен уже лучше, чем актер. Это другая тема, Дональд Тарнки, тоже очень емкая. значит, я просто не хочу... Так, тормози мгновение, дай тебе закончу мысль. Значит, я на секунду пока отойду, там уже... Это сводится к вопросу понимания, происходящего вокруг тебя. И вот эти вещи, они... Как сказать? С ними дело иметь гораздо проще, когда ты... Ну, я, в общем, уже буду закрывать тему, что гораздо проще, когда это все выражается на твоем языке, на твоем... на твоей культуре, по твоим понятиям, по тем вещам, общепринятым ценностям. Там, где ты... Никто не будет тебе рассказывать как в книге два часа, две страницы или две главы про кактусы, которые ты в своей гребаном Новосибирске в жизни не видел. Либо, черзная идея, где у тебя просто снега не размораживается. То есть, когда у тебя человек будет два часа рассказывать про ледники, это гораздо ближе к сердцу, ближе к душе, когда ты понимаешь или про те же самые непроходные леса и так далее, и тому подобное. Это лучше воспринимается. И, соответственно, влияние этого учения гораздо эффективнее. Это как пример было. Значит, что я хотел сказать в итоге, что подобного рода произведения гораздо лучше могут выполнить свою работу, чем какие-то заокеанские учения других культур. Поэтому я призываю к тому, что, и одна из причин, почему я себя запостил на уголке, что показать, что не надо далеко ходить, это здесь рядом есть, написано русскими людьми, ну, в кавычках выражаясь, на русском языке, написано русскими для русских. Это огромная разница и гораздо эффективнее понимается. И, разумеется, это вам лучше получше поможет понимать, что хочет сказать автор и показать, что на самом деле все эти вэчи, которые вас стерзают, это уже давным-давно высрали и прошли другие люди. И на самом деле это не все так страшно. Вот, к примеру, вот этот зубодробительный вопрос, а зачем жить мне дальше? Я могу гораздо проще это все сказать, задать тебе другой вопрос. А нужен тебе ли вообще этот смысл? Вот задай себе хороший вопрос, а ты бессмысла не сможешь жить, неужели? И так далее. Смысла, ты очень хорошо затронул тему, когда мы начали это говорить, мне хотелось как-то вывести на тему смысл жизни. Я услышал недавно такую формулировку. Если бы люди, изначально у них был смысл жизни, но с рождения, то есть он не рожден, какой-нибудь, не знаю, выжить, например, именно на подознательном уровне родить потомство, чтобы как, ну, если бы он был заложен, то не существовало бы скуки и лени, не существовало бы, потому что его просто... Что такое лень? Это отсутствие мотивации. А по-моему, лень это двигатель прогресса, ибо лень порождает новые... Мы говорим о другой лени. Лень, когда ты не хочешь копать, ты придумаешь экскаватор. Это когда тебе скучно копать, это не лень, а скука, по-настоящему, будет правильнее говорить, а именно лень, когда ты не хочешь ничего делать. По-настоящему, как говорится, Окей, Лекс, поправка языка. Ты говоришь про апатию. Апатию, да. Ты выполнил свой норматив программы, инстинктов, то есть дал под... Потом все, можно, конечно, жить самоубийством, потому что это апатия. Так вот, если бы у нас была бы врожденная какая-то постоянная цель какая-то, то есть не было бы апатичных этих ленивых людей. Люди бы всегда пытались... Это были как, ну, не знаю, как Хамедев в колесике, у него цель бежать, он бы всегда бежал. Это бы очень сильно повлияло на все развитие человечества, если бы у нас была какая-то заложенная задача какая-то изначально, да? Мне кажется, было бы менее прозаичнее. мы бы ничем не отличались от Хайвмайда, то есть от колонии муравьев или пчел. Да-да-да, вот именно так и было бы. Именно вот ими мы муравьев алиэс. А лучше быть зергами. То же самое. Почему грустно? Не, так это опять-таки чисто вопрос от них. Если можно посмотреть на это с хорошей стороны, то это на самом деле прикольно. Что именно? Постоянно иметь цель быть колонией муравьев или что? Или быть неидуальным параноиком и страдать от безделия? Не, прикольно в том, что вот ты родился и ты уже знаешь, что делать. Просто иногда люди как будто бы типа знают, что они делают, но в конце концов они в конце спиваются, идут на мост и прыгают с моста. Потому что что? Потому что начальник сказал делать отчет, я отчет не сделал. Все, капец, меня уволят, жизнь закончена, можно прыгать с моста. Это отсутствие адаптивности. Кстати, что мешает человеку выбирать саму себе цель в жизни? Ничего абсолютно не мешает. Кроме религии. Это наша свобода, выбор, это наше проклятие. Мы можем просто не выбрать. Это как раньше, в Советском Союзе ничего не было. Там было два вида колбасы. Ты приходишь, ты ходишь жиром, ходишь без жира. Ты пошел конкретно, вот живем, вот без жира. А когда ты приходишь, мы говорим, у тебя 200 сортов, ты смотришь, как и шаг, и смотришь на 200, а какую же я хочу? Да, вот, и, как вот. Вот, тут то же самое, то есть, когда, ну, ложитесь спать. То же самое, когда у человека есть выбор, он может делать что угодно в этой жизни. Вообще, он может копать, может не копать, идти пойти в буддистов, может пойти к киллером, может пойти вздернуться. И, это вообще, сам факт этого выбора многих, как раз, угнетает. Но, это, скорее всего, их проблема в силу собственной примитивности. Я прошу прощения. Их проблема в силу собственной примитивности. А будь муравьями, вот ты родился, вот как этим, рабочим, ты работаешь всю жизнь, да, ты родился этим разведчиком, ты бегаешь там, разведываешь. Здесь, Лекс, ты знаешь, здесь мы, кажется, касаемся гораздо более сложную фундаментальную проблему, что сейчас мы говорим общим о человечестве, а это очень большая ошибка, потому что, хороший взрыв был. Все нормально, Лекс? Это возле тебя ухнуло. Да, это я с соседом разбирался. Окей. Те, я на потом. Значит, в силу индульгирования, да, вот удачно я как раз использую сейчас твой термин, мы считаем, что человечество, оно одинаково. И это одно из самых крупных заблуждений, что все думают, что люди думают одинаково так же, как и они, и равняется, соответственно, все свое восприятие под вот эти вот выводы. И это, считаю, является огромным-огромным заблуждением. в принципе, вот люди вот глубоко ошибаются, что, типа, люди все равны. Весь прикол человечества в том, что мы развиваемся, в том, что мы не равны. Изначально у одного гена хорошего, у второго, третья рука. Там, один родился в богатосеми, у другой бедной. Вот прикол в том, что мы иногда просто не используем наши возможности. не иногда, а зачастую. Я бы сказал бы постоянно. Так она есть, да. Так вот, это я к тому, что данная дискуссия, она инвалидна, поскольку если вклинить вот этот ключ, вот этот, вот металлический, не, что люди равны, поэтому ты не можешь как бы загнать все человечество в эту тему, поскольку все люди разные. Поэтому ты можешь говорить только о собственном лице и все. То есть я выбираю выбирать смысл жизни, либо я выбираю быть дроном Улья, там, Советский Союз или потребителем, неважно. Видишь, как бы некоторые считают, что это было бы проще. Некоторые даже в это уходят, к примеру, целые страны в это уходят, к примеру, Индия возьми ту же, она же каста, очень сильно кастовая система, там по сути муравьи. Я вообще в шоке. Это одна из причин, почему я дико не перевариваю эту культуру, потому что я очень такой, у меня очень прозападный менталитет. Есть еще более такое западное объяснение, ну не объяснение, а определение подобного рода деятельности, это ясновидящий. Только, разумеется, его приписывают такой, там, бабкам всяким, типа, в Ангеле и так далее, но на самом деле вот как раз чем занимается шаман, вот как раз он ясно видит относительно, конечно, прочих обывателей, которых разум слишком сильно затмунен, я даже не говорю про тех, кто употребляет алкоголики, алкоголь или наркотики или еще какие-то другие, а у которых разум затмунен амбициями, эмоциями, какими-то постоянными мыслями, пропагандой, еще какой-то херней, малофьей, и так далее, и так подобное, когда человек не в состоянии даже осознать собственное существование, а только является продуктом окружающей собственной среды, начиная от алкоголя, кончая телевизором, то есть достаточно тебе просто не быть таким, и ты уже среди таких слепцов уже будешь считаться ясновидящим, просто замечая вокруг тебя, что происходит. Я буду называть колдуном, шаманом, ясновидящим и все это. В славянской культуре ясновидящий, кажется, самый такой подходящий термин, который можно использовать в данной ситуации. что ждет убийцу Эйджина, если, например, он захочет идти на следующий сервер? Раз ждет убийца? Ничего, судя по всему. Да? А что должно быть? Ну, как бы, только сокрушение, ругательство и проклинание. Да не, я честно говоря, статистически я уже чувствую, я должен был уже умереть. Я до сих пор живым, понятным мне причинам. Так что я сильно удивлен не буду. Ну, убийство обычным это будет интересно, если кто-то все предупреждает. Сейчас просто безумное искушение было затопить его в той яме, лавой просто. А, нет, я мог бы спокойно выбросить из этого. Нет, нет, нет. В общем, проще даже можно. Отыграть War Fortress здесь я только хотел... О, спасибо за арбузы. Я только за. И вы не забывайте, что у нас же есть вот эти вот холмы, которые находятся рядом с поселением и песчаный форт. Помните, когда мы шли туда, первая экспедиция еще была? Да, да. Вот эта квадратная. Я думаю, прикольно было посмотреть, если кто-то заселился там. Он, скорее всего, полы изнутри, потому что если там песок внутри, то он осыпался вниз. Слышь, Лекса, ты будешь оставлять сервер на постоянку? Этот нет. Окей. Он анасессионный. Кстати, насчет War Fortress и отыгрыша. У меня давно, это же была идея в башке. Я даже гуглил, искал конвертеры, но есть один старый, на старой-старой версии. Он какой-то глючный, мне что-то не получилось с ним разобраться. Предлагаю, можно устроить челлендж, можно даже это устроить в какой-нибудь день либо в этом мире, или в Warford, в TerraFerocraft, или в отдельном мире сделать какой-нибудь стрим и отстроить в Майнкрафте Велитон. Это проблематично, на самом деле. Почему? Это будет долго, будет. Секунду, я сначала сразу хочу сказать, я отписываюсь, я участвовать в этом не буду, потому что мне хватило моего Велитона. Если вы хотите, то ради бога, я с удовольствием посмотрю. Руководи. Не, я не буду руководить. Мне хватило моего, я уже 35 часов, не, это 35 серий, из него вырезана была как минимум половина, уже 36. То есть, я уже в Велитон наиграл около 70 часов, как минимум, поэтому я пас. Я предлагаю, можем сделать так, можно сделать, запустить в какой-нибудь день выходной, взять побольше времени, запустить отдельный мир на сервере в Майнкрафте с креативом. Я отыграю там только чисто дворфа, я там буду с рядовым гражданином. И отстроить, не, отстроить Велитон, а Эйджил потом по нему прогуляется и снимет, например, видосик по Велитону. А, это, это постоянно работающий сервис. Нет, это просто, я нашел ее, но она не работает. Ну, я не разобрался в ней, по крайней мере. Она под старую версию. Она заброшена в один сомпом году еще была. Вот, блин. Так, секунду, секунду, я горю. Просто, это можно устроить, как, меня подожгли в подвале, в лаве и меня убили. Рыба убил. Рыба меня убил. Рип. Рип. Вы слишком много говорили про новые сезоны, да? Зараза. Руни возвращает. Я только хотел сказать, это, это болтологическая серия, в которой никто не умер. Да, это никто не умер. Капец. Я спер твои штаны. На протекшн. Ксен, взрывай все, что осталось. Ну что, я предлагаю идти... Закончилась серия, теперь качаем. Я пропускаю все самое. Ролплей. Не, почему? Я иду на где? Конь. Я на хорьке. На ржаловском хорьке еду строить монументы. Блин, все дергается, ничего не могу делать. мне пешком придется переть. Ну, рыба, и что ты мне залил лавой? Эсэ, извольте объясниться. А, он, подожди, он с неспека даже вошел. Лекс, я пошел за тобой. Наркомат, бля. Может, вы стройматериалов возьмете с собой? У меня что-то есть от дома. У меня тоже. Из чего мы будем строить? Из чего вы собираетесь строить этот монумент? Из динамита? Есть предпочтение? Так, ну ладно, я выхожу из сервера, вы уже дальше сами.